Ну что же, вот мы и подобрались с вами к последнему видеоуроку. В этом уроке мы уже ничего программировать не будем, просто немножечко поговорим о том, что мы изучили и куда двигаться дальше. Ну, конечно же, с вами мы изучили основы Java, потому что мы выучили простые какие-то вещи, типа переменные, условные операторы, циклы и тому подобные вещи. Также мы затронули важные концепции, к примеру, OOP, G-Frame, это графический интерфейс, который в прошлом уроке разбирали. Это все очень-очень важные моменты, и с этими уже знаниями вы сможете спокойно практиковаться, потому что без практики все-таки язык программирования выучить еще невозможно. Вам необходимо хотя бы неделю, ну, две недели попрактиковаться, создать что-то свое, попробовать себя в разных сферах. Возможно, вот вам понравится Android, Java Android, то есть там немножечко все по-другому, там необходимы еще дополнительные знания, но все то, что мы с вами изучали в этом курсе, это совершенно нужные вам будут вещи, если будете изучать Android, Java под Android. Вот, соответственно, вы знаете уже Java на неплохом уровне. Конечно же, чтобы пойти работать в какую-либо компанию, еще необходима дополнительная практика, потому что так это сделать, ну, так просто пойти сразу работать, это будет немножко глупо, ведь вы только приступили к этому всему, но уже главное, вы двигаетесь в правильном направлении. Я надеюсь, я помог вам этим видеокурсом понять, что такое Java, как с ним работать и что вообще в нем происходит. Ну, вот такой вот был видеокурс. Если он вам понравился, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь также на канал, если это еще не сделали. Ну и все, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании. На этом все. До скорых встреч. Пока.